Главы муниципалитетов рассказали о ситуации с профилактикой в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории поселений. Сегодня в администрации округа прошло заседание в режиме аудио-видеоконференц-связи. Подробнее о том, что беспокоят жители села, в материале Ольги Руссул. Главы муниципалитетов в режиме ВКС отчитались о профилактике в борьбе с коронавирусом и рассказали о проблемах, с которыми столкнулись. Пожалуй, самый частый вопрос, который беспокоит селян – визиты туристов. А с началом сезона охоты их ожидается больше, что небезопасно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Вопрос о выдаче разрешений только для местных жителей, потому что поток у нас от этих мигрирующих охотников увеличится еще в разы. Апартамент природных ресурсов разрабатывает проект, или не разрабатывает проект, а дает предложение исполняющему обязанности губернатора по поводу открытия охоты. Но вопрос юридически достаточно будет непростой в плане того, что в зависимости от места регистрации людей у нас гарантии права не могут быть установлены на территории Российской Федерации. Это достаточно такая большая проблема. Сейчас юристы смотрят, как это вообще возможно или нет. Еще один вопрос, который задают практически во всех муниципалитетах региона – когда можно открывать бани для посещения. По словам руководителя Департамента внутренней политики, этот момент должен быть согласован с Роспотребнадзором. Расписана очередность посещения помывочных и их дезинфекция. Глава муниципального образования Тиманский сельский совет обеспокоен слухами, которые жители региона распускают вокруг ситуации с коронавирусом в поселке Индиго. Вадим Глухов, чтобы пресечь сплетников, обратился в прокуратуру. Надо с этим разбираться конкретно, потому что то, что они там пишут и выдумывают, и вносит в наши ряды сплоченные, скажем так, скандальную некоторую ситуацию. Но большую обеспокоенность в муниципалитетах вызывают заезжие торговцы из республики Коми, особенно в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в этом регионе. Сегодня к нам заехал вездеход, о котором говорил Вадим Евгеньевич вчера на ВКС прокуратурой. С продуктами питания. Можем ли мы к ним какие-то запретительные меры применить? Или они могут торговать? Они предоставили нам и пропуск от пограничников, и все лицензии, все сертификаты на продукты питания. Просят разрешить им один день торговать. У вас же есть полномочия, которыми вы наделены по месту расположения торговых объектов, торговых точек, стационарных, нестационарных и так далее. Если к вам кто-то приезжает с выносной торговли, с лоткает или с оборудованного автомобиля, вы же им согласовываете начало торговли, срок торговли. Вы даете разрешение вы? Руководитель департамента внутренней политики Павел Рахмелевич рекомендовал главам поселения в этом случае обращаться к сотрудникам полиции. Кроме того, он рассказал, что волонтерами и Красным Крестом, нуждающимся жителям села, будет оказана адресная помощь. Сейчас сформируются продуктовые наборы, определяется перечень тех, кому они будут адресованы. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.